Всем здарова, с вами Сергей Пушков и я продолжаю проходить игру, которая называется Yes, Your Grace или Да, Ваша Светлость. В прошлой серии наш король Эрик решил упасть в обморок после письма родовцев, мы теперь должны активно искать улики и подготавливаться в битве, ведь у нас всего лишь осталось 14 недель, я конечно в шоке, но надеюсь, что мы победим в этой битве, потому что мы к ней будем хорошо готовиться. Нажимаем кнопочку продолжить, так, вспоминаем, что теперь нам Леди Лена дает 4 золота и 5 припасов, это все хорошо, у нас теперь припасов запас огромный и потихоньку мы выходим в плюс по золоту, нам нужно ускорить наши доходы по золоту, просто нам нужно делать обновление улучшения, просто нужно решать еще проблемы крестьян, они все последнее время просят очень много золота, так что нажимаем кнопку продолжить. Также мы получили букет, петуха и очень много всяких приколов, игра подвисает на этих моментах, гревна, неделя 16. Так, Одрель, что случилось? Я знаю, что сейчас у нас очень насущные проблемы, но, учитывая случай на прошлой неделе, возможно, нам следует подумать о том, чтобы найти наследника ваша светлость, проходят годы и никто из нас не становится моложе. Если у вас не будет законного наследника, Ива будет следующим на очереди, он неплохой человек, но скорее всего Даверн станет частью Атаны. Ива неплохой выбор, мы работаем над этим, это не ваша забота. Ничего себе, Ива неплохой выбор, он там нашу дочь, непонятно что с ней делает, нас послал. Ничего себе, неплохой выбор, это ужасный выбор. Это не ваша забота, это, конечно, его забота, он советник, он нам советует, мы работаем над этим. Будьте уверены, мы с Аврелей трудимся над тем, чтобы обзавестись наследником В этом возрасте это уже не так просто Конечно, трех дочерей уже достаточно, ваша светлость Позвольте мне волноваться об этом, как только мы разберемся с Родовией Ну да, 15 в неделю, это нормально, это волшебный петух Нормально, петух у нас гогочит Гогочит, да, кукарекает Этот дубовый букет должен принести мне удачу Ну это да, генерал, товарищ генерал Ваша светлость, я столкнулся с небольшим лагерем разбойников Они держали торговца в плену Я помог ему, в замену он дал мне золото Сколько? 11, это шикарно, спасибо торговцу, спасибо дворянам, которые нам дают золото Они сейчас реально спасают нашу казну Лорд Лурс, что ты хотел? Вызывали меня, ваша светлость? А, я нашел письмо, это по этому поводу вы, моего Это письмо с украшенным пергаментом Вы знаете, откуда оно могло взяться? Украшен? Больше похоже на страницу из книги Уверены, что это письмо? Да, я уверен, что это письмо Я могу помочь, я не знаю ни одного лорда, украшающего там письма А, ну блин, это все, как пожелаете Тогда будем сейчас по сюжету звать лордов Потому что сейчас каждого звать по уликам, это, конечно, очень тупо Лучше разобраться, кто из них там флорист Кто из них вот этот, я не знаю, охотник или знаток зубов И тогда мы их будем созывать и допрашивать Торговец А, это этот истоверный Ой-ой-ой Как я уже говорил Да-да-дам, да-да-дам, да-да-дам Так, что там у него дешевое? Вы должны выгнать развратников Так, как мне это сделать? А, я пошлю генерала, не могу отправить Вы должны выгнать Вы должны быть счастливы Так Стражу Стражу за 28, не могу Что мне сейчас генерала отправлять? Тогда что мне делать? Извините, если я не могу помочь, мы сейчас потеряем Блин, ну ладно, давайте Ладно, давайте выгоним развратников Генерал, на это на две недели Или, ладно, извините, я не могу помочь, реально Я надеюсь, что ты можешь Я тоже на это надеюсь Извини, дружище, я реально тебе не могу помочь Мне сейчас генерал нужен в более важных делах Таких, как разведка местности О, кстати, а что, нет больше разведки местности? Обидно Я мог его сейчас отправить А могу я его сейчас генерала спросить о письме? Мне это тоже сейчас очень важно Ваша светлость, наша деревня была в огне на прошлой неделе И вы помогли нам Мы нашли помощь как раз вовремя Часовня начала загораться, нам удалось ее спасти Я просто хотел принести вам величайшее благословение, ваша светлость Мы всегда в вашем долгу Лужот, лужот, оказывается, лужот петушара Ну, не в смысле этот, а вот этот Я рад это слышать Я надеюсь, что остальные части деревни будут в ближайшее время Мы работаем над этим, ваша светлость Еще раз спасибо Соврал Ай-яй-яй Ложь, ложь Азалия и Седани, а что вы тут делаете? Отец, хотел спросить, сможем ли мы снова попрактиковаться в бою на мечах? Возможно, позже в садах? Вы сказали, что мы можем это сделать снова, отец Хорошо, тогда мне лучше держать свое обещание Давай ты пока разомнешься без меня и присоединяюсь к тебе чуточку позже Здорово, тогда увидимся в садах Она уходит, мне лучше проверить, как она там Седани Петух Куда? Он черный, о боже Ты самый лучший отец в мире Боже, ты такой красивый, ты понравишься колючке Спасибо, ваша светлость Береги его, малышка Я люблю тебя, отец Забрала петуха Но это, мне кажется, был петух именно для этого советника Не советника, а христианина, который пришел Это чисто для него был петух О, господи Все Так, это все Нужно пойти к генералу Нужно пойти к генералу Так, подожди, зал совета Надо его спросить Стена замка Так, товарищ генерал, говори, что за письмо Посмотрите на это письмо Я нашел это в садах У письма уникальное художественное оформление Не узнаете его? Нет, ваша светлость Я никогда не видел такого элегантного письма Я могу поспрашивать в округе Может, кто-то из жителей деревни что-то знает Хочешь, чтобы я это сделал? Не, реально хочу Пожалуйста, сделайте Вот это сейчас на две недели Его реально лучше отправить Вот не зря я его сейчас не отправлял на таверну Пускай он лучше расследует Пожалуйста, сделайте это незаметно И не говорите о смерти Талиса Мы не хотим, чтобы кто-нибудь узнал, что у нас есть преимущество Приходите ко мне в тронный зал, если что-нибудь найдете Да, ваша светлость? О, все Теперь генерал занимается расследованием Это сейчас очень круто Генерал точно кого-то найдет И мы пойдем найдем прогресс в деле про письмо А про клык надо еще поискать Так Письмо Найдите знатока, просите посадок Вот как раз генерал найдет знатока Вот петух Так, седание Как твое задание? Ты уже превратила колючку в принца? Нет, пока нет, ваша светлость Я думаю, он любит своего петуха При этом он не очень-то хочет ездить на нем Думаю, мне нужно, чтобы колючка как-то помог мне Чтобы я дала ему обещание Я знаю, что могу делать И отправить ее на задание Только не наделай глупостей, малышка И не вреди себе Да, ваша светлость Прощай Так, запись обновлена Куда мы еще можем сходить? В сад, точно не в зал Совета в сад нам нужно сходить Потому что там Азалия на мячах хочет Не понял сейчас Это же кто за Майя? Это что сейчас за Майя без Wi-Fi сюда пришла? Ну-ка стоять Это кто вообще? Кто это? Я вижу, ты нашла уже кого-то для тренировок Ну не ждать же мне тебя целый день Я не видел тебя раньше Кто ты? Это Майя Помнишь, когда я прокралась на свадьбу? Ту, на которой тебе не следовало быть? Ну да, во всяком случае Тогда я встретила Майю Мы отлично провели время на свадьбе Я подумал, что было бы неплохо Если бы она пришла в гости Ваша милость Видите, я никак не могу ее достать Я хотел спросить о Седане Глядя на вас двоих Я думаю, что знаю, почему Седане хочет уколоть всех Как ты... Как думаешь, ты сможешь выразумить ее? Ой, так ты слышал о колючке? Не смотри на меня так Седане сама придумала имя Седан не очень хотел пропактиковаться с нами Но чтобы отговорить ее от этого Нам пришлось придумать, чем ее занять Ты должен быть счастлив, что она не бегает с настоящим мечом, отец А, это они ежа подарили Понятно, я ей петуха подарил Ты хорошо прощаешься Кто научил тебя так фехтовать, моя? Мой отец смешник Он показал мне несколько приемов И он разрешает тебе играть на мечах Моя говорит, что нужно быть готовым, когда враг атакует Никогда не знаешь, когда они нанесут удар А-а-а-а Так говорит мой отец Твой акцент Я не могу определить твой акцент Ты не отсюда, не так ли? Эм... Мои родители избирали Мы проезжали мимо и остановились в столице на пару недель Это очень далеко отсюда Где сейчас твои родители? Ой, извините Записываю ночью и это дает отзывки У них дела на рынке Они разрешают мне бродить в округе В округе, наверное Да, они странствующие торговцы, вроде того Майя показала мне пару стильных приемов с мечом Которыми она научила в своих путешествиях Интересно, торгует с которыми умеет фехтовать? Я хотел бы встречать свои родители Скажите им, что я приглашаю их Спасибо, ваша светлость И при этом приглашение Они обязательно будут рады прийти Прекрасно Я пойду? Будьте осторожны Только не надо плакаться, если отрасти себе пальцы Спасибо, отец Мы будем осторожны Майя Спасибо, что позволили мне прийти, ваша светлость Понятно Это какая-то подозрительная Майя Ну а что мне с ней делать? Так В тюрьму мне не надо В тронный зал покоя Мне не надо, да? Так что я могу пока что На этом продолжить А, союзникам письмо отправить Лену Ну это Лене Типа, ты знаешь это письмо? Йовану Ты знаешь это письмо? Типа, знаешь Не знаешь это письмо Это понятно Так Кто нам дает золото? Виолит еще дает золото Нокси не дает Хотя Если мы Нокси позовем И отправим его на задание Тогда сэр Фридрих и Йован Будут давать нам, кстати Очень много золота Ладно, приглашаем Нокси Приглашаем тогда Нокси Генерала мы отправили Исследовать расследование Как бы это ни звучало И нажимаем продолжить Нажимаем продолжить Мы сейчас на чистую воду В этом королевстве Так У нас 40 40 Это очень круто Что это у нас 40 Знаете что можно сделать? Можно Разблокирую 5 дополнительных локаций И получать 10 воинов Генерал будет доступен Я тогда предлагаю конюшни Хотя подождите Сейчас генерал Наоборот Генерал в отъезде И Ну То что я сейчас сделаю И разблокирую Это ничего Можно на следующей неделе Разблокировать А пока что Можно построить Учебные площадки Но это будет очень дорого Я могу пока подготовить генерала Чтобы он был доступен Во время битвы И пока 20 монет Буду иметь солидное состояние Вот так вот Просто сейчас надо И Всех лордов Позвать Которые могут дать Нам золото Гревна Неделя 17 Какие тут все красивые пришли Голубь Король Да верно В западных лесах Возле Бранки Не обошлось без проблем Необычный предмет Может привести К вас Грешнику Поторопитесь Искренне ваш Я не понял Сейчас ничего Это письмо Без печати Что ты думаешь Об этом мудрый Кто бы не послал Это письмо Он должен быть дорого Заплатил писарю За его работу Это должно быть важно Нам лучше отправить генерал В эти леса Чтобы узнать в чем дело Я отметил это место На карте для вас Ваша светлость Не могу сейчас Пойти туда Потому что генерал Расследует дело По письму Драконоборец Ваша светлость Это я А это лорд Нокси Нокси Драконоборец Низкий вам поклон Также известный Как Грофас Великий Ванос Премудрый Питер Могучий Королевская свадьба Была просто фантастической Ну пока сами знаете Что не случилось Еда была превосходной Однако среди всей Этой свадебной суеты У меня не нашлось Возможности представиться Кто ты Неужели ты тот самый знаменитый Ты сам придумал эти имена Давайте просто Кто ты Не понял Не понял Повтори кто ты Ну а разве вы никогда Не слышали обо мне Это я Нокси Драконоборец Я убил дракона В восточных лесах Хотели бы вы услышать Историю о моей Жестокой битве С мерзким змеем Ваша светлость Так С удовольствием Я весь во внимании Зверь был быстрым Его острые когти Могли с невариантной Легкостью Разорвать человеческую кожу С большой осторожностью Я пробрался К нему в лес И спланировал Путь к его поражению Гнездо дракона Находилось на самой вершине Могучего дуба С видом на стремительную реку Я умный от природы Поэтому сразу заметил Что гнездо было Полно детенышей Противных Маленьких Драконьих Щенков Я срубил дерево Пока большого дракона Там не было Большой дуб Тяжело скрипнул И упал прямо В бурную реку Забрав с собой Маленьких драконов Писк малышнист Разнесся далеко Поэтому большая зверюга Прилетела сразу Она билась о камни Отчаянно пытаясь Спасти своего течения И наконец-то Она потащила Своё спитое тело На берег Но ослабленное существо Не могло сравниться С моей могучей рукой И зверя больше не стало В итоге Ум и мозги Победили силу и кулаки Запомните это дети Точнее ваша светлость Впечатляет Не правда ли После этого И многих других приключений Конечно же Я отправился в Дайверн Покорять новые вершины И так я пришёл Прямо к королю Теперь скажите мне Ваша светлость Какие злые существа Опятнующие Вашу прекрасную землю Ждут меня здесь У меня нет О Там чудовище Вот там чудовище Вот как раз Там чудовище Время от времени Крестьяне упоминают Василиска Или какого-то там Другого чудовища Все эти кошмары Не имеют ничего общего С нашей настоящей проблемой Родовии Родовии? Ну я никогда не слышал О таком существе Так что это? Что оно себе представляет? Выделяет газ? Закрушает людские кости Под тяжёлыми копытами? Дышит огнём Всё в одном Это войско мы не знаем Это войско Это войско Находится за высокими горами В Родовии Они хотят провозгласить Дайверн своим королевством Войско? Понятно Тогда это просто адское испытание Но я всё равно могу помочь Меня не зря зовут Грофузеликий Я повстречал много людей Во время своих приключений Все они мне обязаны жизнью Я дам вам всё что смогу Воинов, припасы Я буду сражаться за вашу землю Думаю я смогу собрать 180 мужчин И пять припасов тоже пригодятся Я уверен А взамен я попрошу Ооо Абсолютно ничего Я благородный Честный рыцарь Решу чтобы служить Помогать ей Ну быть знаменитым Мокси помогающий Король Дайверна В настоящей битве А они напишут Прекрасные песни Об этом Сэр Фридрих Устроил ловушку Я нашёл Большой зуб Это похоже на зуб животного Знаешь что-нибудь об этом? Этот зуб впечатляет Должно быть Это был какой-то Адский зверь Вы знаете Чей-то может быть зуб О, ваша светлость Хотел бы я рассказать вам Одну историю О героической победе Над таким внушительным Чудовищем К сожалению Я не могу Потому что в моей коллекции Нет такого зуба Во всяком случае Я так не думаю Но я хотел бы иметь Такое Могу ли я купить его у вас? Конечно нет Мокси Мне нужен этот зуб Чтобы заказать свою невеносность Королю Ива Может быть я смогу Его отдать После королевского суда Я нашёл письмо Это письмо Написано На очень искусно Украшенном пергаменте Вы знаете Откуда такое могло прийти? Нет Я не получаю Много писем Ваша светлость Я много путешествую Поэтому письма Никогда не доходят до меня Сэр Фридрих Не Не надо говорить Что сэр Фридрих Устроил ловушку Потому что смотрите Сэр Фридрих Плюс Йован Дают мне больше Чем вот этот Понтовитый Драконоборец Поэтому там чудовище У нас проблема с монстром Ага Итак У вас есть свой монстр Ваша светлость Лиха Это имя Это маленькое существо Представьте себе Свинью Но волосатую С длинными когтями И рогами Они могут быть опасными Но для меня Это будет кусок пирога Можете ожидать Моего возвращения В ближайшее время Это все На данный момент Это все Как вам угодно Ваша светлость Леди Элида Я ее не приглашал Слухи быстро Распространяется Ваша светлость Я слышала Что она двигается Из-за гор Я могу помочь Я хочу У меня есть небольшое условие Как вы вероятно Уже поняли Это непростое время Для всех нас Поэтому я хочу Попросить об одолжении На достаточно деликантную Тему Так сказать Мне кажется Что вы не знаете Проклятие От которого Страдает семья Лены Какое проклятие Ты че Рассказывай Какое проклятие Говорят Что если ее сын Не вступит в брак До своей 20 весны Он уснет И никогда не проснется Можно ли снять проклятие Есть ли способ Снять проклятие Есть Если она отчаянно Ищет кого-нибудь Чтобы вышел замуж За ее сын Чтобы снять проклятие Проблема в том Что вы не можете Полностью избавиться От этого Говорят Если ее сын женится То проклятие Перейдет к невесте И она умрет Следующей ночью Готовы рисковать этим Спасибо за информацию Спасибо за предупреждение Всегда пожалуйста Я бы сильно пересмотрел Брачную договоренность Азалии Будьте уверены Я учту ваш совет А вот это кстати страшно Если Азалия умрет Ну давайте так Мы всегда можем Позвать леди Как ее звали Лену В последнюю неделю И там отказаться Потому что знаете почему Потому что она дает Много золота Она может все это время Давать много золота А потом беру и говорю Аф пока И все А что Крестьянин Ваша светлость Я хотел увидеть вас Чтобы рассказать О пропашенной картошке Ты что из Белоруссии что ли Какая картошка Мы в королевстве Да вернее Должно быть кто-то украл ее Мне кажется Я не знаю кто это Был Но мне говорят Только одна просьба За пересечение Но похоже Теперь у меня гораздо Больше проблем Я приехал издалека И к тому времени Как я прибыл Я очень устал Я хотел немного отдохнуть И сел на один из стульев В залах Я знал что уже не должен был Но боги уже наказали меня Мне показали что я сел На мешок с иглами Подушка скрипнула Я подпрыгнул Когда я встал Мой зад был весь покрыт шипами К тому же теперь Я чувствую себя больным и слабым Боюсь существо из кресла Отравило меня Что мне теперь делать Колючка Колючка О нет Это кто Думаю у меня есть кое-что Что Есть кое-что Что тебе поможет Меня зовут Алена Ваша светлость Я знаю все О варке зелий Могу помочь С магическими аномалиями Болезнями Даже могу исцелять Ведьма А некоторые Называют меня именно так Хотя я вижу Как простая Начитанная женщина К вашим услугам Нам определенно Может понадобиться Такой человек Чтобы помочь Нашим нуждающимся людям Ваша милость Она бы стала Отличным дополнением К нашим разведчикам В чем подвох Вы можете помочь Этому человеку Хорошо Тогда можете ли вы Помочь этому человеку Да я думаю Что я могу помочь Это бедная душе Давай я сделаю тебе Мать Чтобы снять отечность Отлично Еще один разведчик Вступает в наши ряды Это честь для меня Ваша светлость Я также могу помочь В теме битвы Если понадоблю Спасибо Алена Седа не обрадуется Новости о колючке Лучше дать ей знать Я посмотрю Есть ли у вас Какие-нибудь полезные книги В зале совета Ваша светлость Вы сможете увидеть Расходы на ведьму Еженедельного отчета Ваша светлость Ведьма нанята Запись завершена Можем просто заплатить Ей когда нам понадобится Замечательно Смотрите у нас есть ведьма Она может нам помогать Лечить людей Это очень круто Это очень круто Что у нас появилась ведьма Да звучит страшно Но она Знаете она как доктор Доктор средневековья Опа таймер звенит Таймер подожди У нас еще очередь не закончилась Крестьянин Ваша милость Пендал наша деревня Подверглась нападению Это были люди Одетые в красный и черный С головой зверя Пронзенный копьем На знаменах Так Это родовская армия Наверняка Ваша светлость Это значит Что они становятся ближе к нам Или может быть Они просто дразнят нас Поддразнивание Люди Которые убивают Калечник Порабощают Просто дразнят Ваша светлость Это не было похоже На целый батальон Должно быть Это был просто маленький отряд Отправным своих людей Мы можем на этот порт Вы явно эмоциональны Мы должны подостоять Новую картину здесь Если мы сразимся с ними Они наверняка Разлятся Будут сопротивляться Еще яростнее Мы не хотим Начинать битву Раньше времени Если будем бездействовать То они будут сверебствовать Еще больше и больше У вас Так, извините Кхе-кхе Ваша милость Мы должны Схватить Сделать что-то из этим Мы не можем Позвольте им Губить наши земли Тут нужен генерал Не могу понять Ээээ Ой, в смысле Понять Не могу отправить генерала Я могу Помочь с припасами Если отправлю вам припас По крайней мере Оставшиеся в живых Могут покинуть деревню Подойди ближе к замку Это трудные времена Нам нужно держаться в тени Не выходить на улицу После наступления темноты Пусть кто-нибудь Постоянно патрулирует район Это все ваша светлость? Значит мы должны Позволить им делать все Что они хотят Просто убегать от них Это бред Это к лучшему Поверь мне Хорошо, ваша светлость Мы переместимся Как можно ближе к замку Да, чувак обидится Но это компромисс Это не одрый прав Так он сказал Вы мне не поможете Эээ, король лох Генерала я не мог отправить Наемник Ваша светлость Мы слышали о предстоящей битве Для нас это идеальное время Подзаработать А вам не помешала бы наша помощь Мы наемники 22 опытных людей Всего за 16 золота Что ты говоришь? Ну я не знаю 22 человека за 16 золота Как-то невыгодно Я лордов попрошу И они своих людей Наемников отборных Сотнями берут Не в этот раз Мне неинтересно ваше предложение Хорошо, мы вернемся через 2 недели Может быть вы перейдете к тому времени Или подготовите наше золото А, ну, так, да Карта Скрытая хижина Ух тыжка Мы можем туда ведьму отправлять Вот это прикол Может ведьма знает что-то о клыке Или письме Давайте подойдем к ведьме И спросим ее Расспросим обязательно А ну-ка А, ведьма А, вот ведьма Она прямо сзади меня Чем могу помочь? Это все А, она не может Тогда я ее отправлю Так, надо Союзники Поэтому вы не сможете пригласить их В свой тронный зал Это будет показано красной стрелкой Понятно Так Маша может Ну, смотрите Но скоро вернется Это ладно Виолит Маша Грего Давайте Виолит приглашу Потому что она приносит еще золото Она еще золото приносит Давайте Седа не расспросим Ваша милость Я принес новости о твоем ежике Седа не твоей ежи скончался Колючка О нет Это моя вина Я не должна была отправить его на задание Я знал Что он был не готов Скажи-ка Он хотя бы выполнил свое задание В свое последнее задание Эээ Какое задание? Седа не послала ежа на задание Да, тайное задание Он должен был разведать местность Получить информацию И вернуться ко мне Если бы он помог мне Я бы дала ему обещание Прямо как в истории Что я вам рассказывал отец Пожалуйста, не делай этого снова Пожалуйста, больше не послали ежи на задание Последнее укололый крестьянин Мне пришлось с этим разбираться Но я была так близко к тому Что превратить его в принца А теперь Ларсуля никогда не вернется Ну, я полагаю, вы правы Простите меня, ваша светлость Нет никого изящней, чем пылинка В следующий раз я найду более сильного разведчика Я буду принимать его, когда Он будет в моей команде Усилия ключики были не напрасны О, Седа не моя малышка Так, все понятно И что, мы можем на этом заканчивать? И тогда я в скрытую хижину Попробую отправить ведьму Что она доложит Надеюсь, ее не убьют там И будем с вами на этом заканчивать Заканчиваем неделю Заканчиваем неделю на этом Так, 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 так О, плюс 17 у нас А, Алена ведьма 11 Блин, мы стратим 20 на агентов Но они сейчас нам реально нужны Потому что генерал нам расследует Ведьма нас лечит Так что, ну, придется так делать Подготовить... О, кстати, подготовить ведьму за 20 припасов Это мы подготовим И тогда сохраняем и выходим Смелой ночью Нет больше роботов F-MOD И мы будем с вами на этом заканчивать Вот такая серия Она с вами получилась С вами был Сергей Пушков Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Также вступайте в все группы В социальных сетях Подписывайтесь на канал Это я уже сказал Но также вступайте в все группы В социальных сетях Подписывайтесь на инстаграм На симкуратор Будьте вкусы игрового мира И вступайте на все Редискорд Все ссылочки в описании На самом деле Сергей Пушков Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok